Предок всех современных диджеев, крестный отец профессии, первый диджей, проделывавший все то, чем занимаются его нынешние коллеги, Фрэнсис Грасса. Именно он стоял у истоков диско. Мы вспоминали его в одном из наших обзоров, посвященных Стоунвольскому бунту. В ту ночь, когда голубые били копов в Нью-Йорке, он играл в клубе Heaven на Кристофер-стрит. Стоунвольское восстание послужило импульсом для социальной революции, которая питала диско, а наш герой, как революционер, осуществлял музыкальный переворот, давший этому стилю корни. Грасса вывел профессию диджея на высочайший уровень, сделав диджея музыкальным шеф-поваром. Фрэнсис не придерживался меню поп-чартов, не подавал гостям того, что они просили. Вместо этого он готовил ночной банкет из диковинных экзотических кушаний, которые посетители проглатывали с аппетитом, да еще просили добавки, хотя сами никогда не догадались бы заказать это. Фрэнсис Грасса первым из диджеев придал выступлению творческий характер. Он показал, что обычная вечеринка может стать одновременно путешествием, историей и декорацией. Грасса осознавал, что не музыка и не пластинки воздействуют на настроение и энергию толпы, а именно диджей. Его правильный подбор музыки, манипуляция треками, пластинки стали инструментами в его умелых руках. В клубный мир Фрэнсис Грасса попал через танцы. После травм отпадения с мотоцикла врач порекомендовал ему вместо терапии заняться танцами. Он пошел учиться и стал танцевать так здорово, что даже устроился танцором в клуб Тратхеллер Стрик. После работы у него просто отваливались ноги. Никогда я еще так не трудился за 20 долларов, вспоминал потом Фрэнсис. Первый раз за вертушкой он встал случайно, в 68 году в клубе Salvation 2, когда местный диджей Терри Ноуэль перед работой решил закинуться кислотой. Фрэнсис точно не помнит, какую именно пластинку он тогда поставил первой, но запомнил, что это было самое счастливое время в его жизни. Ему щедро заплатили, и он ушел домой, не веря в происходящее. Как танцор я хорошо понимал, что именно нужно было ставить, чтобы народ не останавливался, вспоминал он. До меня никто толком не поддерживал единый ритм. Только-только народ разогреется, как вдруг диджеи ставили какую-нибудь балладу Элвиса Пресли. Это был полный облом, а я всегда держал публику на взводе. Музыка Грасса также отличалась от предшественников. Он любил более жесткое фанковое звучание и африканские ритмы. Его личной заставкой стал хит Майкла Аутлунджи «Dreams of Passion». Сейчас вы слышите звуки барабанов именно с этой пластинки. У Фрэнсиса Грасса была бурная молодость. Он встречался с Лайзой Миннелли, дружил с Джимми Хендриксом, не говоря уже о его подружке, которая перебралась в его постель после смерти Джимми. Он перепробовал все существующие наркотики и в начале 80-х заразился спидом. Фрэнсис умер 20 марта 2001 года. О его бурной молодости и революционных методах работы мы еще поговорим в наших музыкальных обзорах на канале «Диско-магия». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова